В интернете уже собрал несколько миллионов рублей на реализацию проекта. Андрей Алексеенко узнал о новой разработке. Перенести показания с панели приборов на лобовое стекло – давняя мечта инженеров. Оказывается, с помощью современных технологий сделать это не так-то сложно. Вот такой проектор. Данные берутся с OBD-разъема. Позволяет проецировать данные приборной панели на лобовое стекло. Скорость, обороты двигателя, заряд аккумулятора и еще несколько различной степени важности показателей выводятся на небольшой размером с мобильник светодиодный модуль. Именно его отражение в лобовом стекле и видит водитель. Для того, чтобы проекция не двоилась, используется вот такая поляризационная пленка. И нужно наклеить с обратной стороны лобового стекла. Однако эта деталь обладает как плюсами – изображение действительно очень четкое, так и минусами. Небольшая наклейка в зоне обзора лобового стекла может отвлекать от дороги и точно вызовет вопросы у сотрудников ГАИ. Соответственно, с техническим регламентом только полоска. Никакие пленки на все стекло нельзя наносить, потому что светопропускаемость по техническому регламенту должна быть более 75%. Возможно, поэтому сегодня инженеры приключили свое внимание на системы дополненной реальности. Недавно англичане представили виртуальную систему помощи водителю внедорожника. Видеокамеры на днище снимают проезжую часть и проецируют изображение поверхности под колесами на лобовое стекло. Выглядит так, будто капот прозрачный. Способно удивить и наши разработчики. В Ижевске создали универсальный экран дополненной реальности. Наша идея была в том, что в телефоне уже есть все, что необходимо для этого устройства, для такого мобильного устройства. Есть большой экран, есть интернет, есть GPS, Иглонас. Гаджет с подключенным к нему телефоном крепится на козырек приборной панели, как прицел. Через него видно и дорогу, и дополненную реальность стрелочек, цифр и указателей. Водителю не нужно переводить взгляд с проезжей части на панель приборов. Вся необходимая информация у вас показывается прямо на стекле. То есть вы смотрите через нее, поэтому вы всегда контролируете дорогу. В специальную навигационную программу заложены координаты и сведения о каждом повороте и даже его форме. Прямо как карта легенды ролейных гонок, где роль штурмана играет проекция. Главное не забыть о том, что ты за рулем обычной машины, а не в спортивном болиде.